От современного Эура недалеко до Апиевой дороги, особого места, где можно почувствовать дух Древнего Рима. Нет, даже не его столицы, но самой империи. Весь Апенинский полуостров, а впоследствии и всю территорию своей великой державы, покрыли римляне сетью прекрасных мощенных дорог. Их общая протяженность составляла более 350 тысяч километров. Но Вия-Апия была самой первой и самой важной дорогой Рима, настоящей королевой дорог. Ее история – история Рима. Консул Апий Клавдий построил эту дорогу в 313 году до нашей эры по поручению Сената. Она вела на юг до Капу и близ Неаполя и дальше до Бриндизи, на самом каблучке итальянского сапога, открывая ворота Рима на восток. По Апьевой дороге шли на Рим восставшие гладиаторы под предводительством Спартака. Вдоль нее они были распяты после поражения в решающей битве с римскими легионами. Эти плиты и остатки маленьких мавзолеев напоминают нам сегодня о том, что вдоль Апиевой дороги тянулись на многие километры захоронения отошедших в мир иной римских граждан. По старой традиции их погребали вне священной границы города, в часто посещаемых местах, чтобы напомнить проходящим, что те тоже смертны. Здесь в третьем веке нашей эры появились первые подземные христианские кладбища, катакомбы. Сегодня покой и величие царят на Виа Апиа. Уходят вдаль обрамленные кипарисами и пениями римские просторы. Эти камни помнят мерную поступь императорских легионов и хранят следы их походных обозов. Все дороги ведут в Рим, сразу вспоминается здесь старая пословица. И еще древняя традиция, согласно которой шедшие в Рим в знак почтения всегда уступали дорогу тем, кто из Рима возвращался, ведь те уже несли в себе дух великой столицы. Многие древние римские дороги легли в основу современных магистралей нынешних дней, и они сохранили свои древние названия – Адриатино, Аурелия, Кассия, Тибуртино. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok